Всё хорошо. Люблю вот это вступление. Я, честно говоря, эту шоколадку с Новым годом отдала отсюда, так что он её сожрал сразу. А пакет я сожгала, блять, страшно. Не оценила такие. Да я не знаю, может у них это семейное, то, что он мне чай с ромашкой подарил? Ну, типа, я не просил. Не как это ты со намёка не поймёшь. Да я пью. Я всей дури пью. Шары заливаю по-всякому. Лишь бы успокоиться. Ну, это нормально? Такое ощущение, что никогда не видел это вступление раньше. Давно не видел просто. Обычная сущность, что зовётся магией. Не, прикольно вообще сделали. Мы не запретили её. Нет, мы изучали её ради власти и могущества. Оратор топ. Там Паша-то. Паша сказал в виде, посмотрим, как играют. Как играют. Сто процентном месте точно не могу гарантировать на все обычные РТ. Где-то буду цеплять, если играть нормально. Ну, а я тебе скажу от себя, что если в фашном статике вот так, и там, в принципе, долго есть постоянно, то я вот пропаду и мое место освободится. РТ, альтернатива, это Мосса. Мосса на РТ, играть не все попроще. И на работе проёбывает сейчас. Да. Котофей-то стабильно приходит. Котофей хочет переверфрагнуться, что ли? Да, не в том даже, что он хочет. Там Каркронов хотят распустить на лето. И просто собраться уже только осенью. И как бы это затея, что там придется полностью новую гильдию осенью собирать. Ну да. Не знаю, как себе Герт это представляет. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев? И объединиться в любых тепла вечного огня? Вечный огонь это какой-то культ фаермага, а? Час меча и табанда. В этой войне никто не поможет. В этой войне никто не поможет вам. Час безумие. В час призыва. Что, я не знаю, имеет ли снисинг Котофей и рефраганс? Для сомнительного места, там, два дня из смерти. Да, надо хотя бы вместе быть уверенным. Не, ну если Каркронов реально распустят, в гвардах ему делать нечего. В гвардах тоже. Их героев пойти. Ну, основным заданием был сбор сведений отцы. Ну, что. Пошел я, короче, этот, кто? Белый сад. И в зиме там был. С этим бакланом поговорил. С которой батя этой цири води. Ну и это. И все, и приехал Велен. Успел, кстати. Там тип, короче, самая угарная сцена, мне кажется, была. Где он стоит, типа, я не допил, типа, а корчмаль, говорит, съебывай, типа, через черный ход. Ну и все, люди заходят, барона. Ну и, короче, это кто это, говорит? Один челик, а второй, говорит, да храбрый видать вояка, два меча навесил. А второй, а третий такой, говорит, а в штанах он два хера держит, говорит. Вот я с этой темой поржал, конечно. Что-то графон минимум стоит. Да, я это, видеокарту поставил, что-то, блядь, попробовать надо, будет тормозить, нет? Ты неправильно реагируешь, Миш, надо было поржать шутки про два хера. Вперед, плотва! Нет, кто-то включил стрим, и мне вот эти квадратики бросаются в глаза страны. А шутка про два хера хорошая. Молодец. Так, тут обоссаны вот эти вот вопросики, но мне надо ехать вот сюда. Я туда поеду, наверно. Переключаюсь на друида, а здесь рядом стоит эльфийка с ником твоя бывшая. Опасно, подходи. Давай! Кстати, вот в начале игры атмосферный момент, когда вот он в эту деревню едет. Вообще прикольно. Именно как подается история прям. Классно. А после основной игры самое крутое, что было, это... Ну вот каменные сердца не знаю, мне там вообще концовка заебись. А вот в Кровь и Вино, когда приезжаешь именно туда первый раз, после вот этих обоссанных болот, там, блядь, все красочно так красиво вообще. Может, это ведьмачье чутье, когда нажимаешь? Угу. По ведьмачьей штырит. Типа красные следы, там, можешь увидеть всякую барашь. Пятки сетей. Блядь, подвезимые целые деревни оспой сразились. Так коновалы эти больных шевьем резали. Ох, боги им такого не простят. О, день, как тьма великая настанет. Обрат на брата меч свой обнажили. Отец, прогнать... Пойду как умный через лес. Во, это у нас как умный. Какая-то чума тут, блядь, летает. Я никогда не видел этой чумы. Какие-то мухи ебучие. Только сейчас заметил. Думал, а вот смотри, мед. Как, блядь, в одной из гонок, короче, там представляют такой-то участник на таком-то коне. И Геральт такой. И Геральт, говорит, на платве. Как коня, говорит, зовут? Платва. Почему на них тут подошел назвал? Не знаю, Сапковский что-то назвал, бандит. Не давайте его протягнуть! Куча его, ребята! Аэ, джинский что-то за счет. Ээээ, джинский что-то шум. Не думаю о crafting- Сапковский что-то ах. Аааа! А-х-аааааа! Потому что шум тьмы не сорвали. А-ах-ааа-х! Ах! Сапковский что-то не сорвали. Ах-ах-ах-аха! Сапковский что-то ах-ах-ах-ах! Захаярили, пацана. Рак получается. Че получается? Рак? Да нет. Я им просто шанс дал, понял? Кстати, в этом я спирал. Так неинтересно смотреть, когда заходишь в Ведьмака и захуяриваешь всех с первого раза. Надо сдохнуть пару раз. Ну, типа, чтобы смотреть было интересно. Ну, короче, мне уже неинтересно. Кстати, в этом... В Белом Саду была тема, короче, снял этот видос. Ну, и, короче, там же коровы, короче, есть, там, рядом с крочмой. И вот убиваешь этих коров, и, типа, должно появиться чудище там. Ну, я их убивал первый раз, второй раз, думаю, сука, не появляется. Пришел, третий раз, думаю, ну, ебану. Убил, короче. И это... Прибежал, черт, короче. А он неизвестный уровень, там, 20 какой-то с чем-то. И все. И, короче, его никто загасить не может. Весемир уже выбежал, блядь, из бара. Хуярит его. И я такой на крышу забрался, стою, смотрю на эту хуйню. Но ему хп не снимают вообще. И думаю, ну, блядь, попробую побить. Бью, бью, короче, и он у меня с одной тычки просто укладывает. Ну, я думал, блядь. А он еще, сука, хоть зайдешь в игру еще раз. И вот где коровы были, он спавнится там недалеко и бежит, типа. Я уж думал, блядь, сохранение придется загружать. А потом... Ну, блядь. Как, пошел этот квест делать? Нет. Нет, пошел квест делать с грифоном и, типа, Весемир побежал. Этот, приманку ставить. Твоя ситуация. Убить! Ха-па-брать! А-а-а! Убей! Что-то мне щелка не слышу, потому что там соточку нажимаем. Играет музыка. О, хабар. Не зря заглянул за хабаром. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб, и эта дымка. Я б знаю, я бы в сталкера поиграла. Играл, пробовал, принял. Ох, ох, ох. Ох, ох, ох. Сталкера точно по игрокам. Да, я этим горжусь. Маленький, хуёвый, зато мой. И вот чё ты на этом скажешь? А вот это уже оскорбление. Про следующее? Маленьких и хуёвых. Миш, если это как-то личность у тебя задевает, то скажи. Смотри, что стоит. Тупо в палатку. Тупо в палатку. Ох, я уже Display caminho. Тупо в палатку. Тупо в палатку. Тупо в палатку. У нас тут просто ездят, показывают, какие все дубы и верят, что параллельцы действуют. Сдохнем! У нас в городе друг друга, короче, ездил, он говорит, все просто заливают. Пойди прочь! Не подходи! Что-то заставить людей сидеть дома. У города куда едет, страшно. Ха, дофекле. Потом жена ехала, короче, походу он же попал. Это же дизеля была. Сейчас бы коронавирусом не существовал. Короче, ну все. Да, кончилось. Как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Ну, дорогие. Вообще поры тоже рассказывают. Он говорит, ну там только началась... Всяющая человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Его, короче, вы видели через десять минут. Схватили его в той хазе. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. У них там норму типа на больных... Что тут случилось? Говори по порядку. Норма на больных звучит опасно вообще. Да. Норма на больных коронавирус. Типа те, кто сверх нормы, это казнить. А те, кто меньше нормы, надо заразить. Да. А те, кто... Пиздец. Смотри, топовая история. Мужик рассказывает. Ещё раз. Кот, это в каком городе? Где же у него? Нет. Это не естественно. Нет. Я самоизолирована максимально. Ну, это вы всех. Я недавно смотрел там видос. Тупо врачи изофилили видос. Словой. То, как они там... Многих людей. Какие-то там из... Ну, знаю. Из 20 людей. Только одна, с которой там... Какие-то там нормальные... Все, кто защиты. У остальных там... Ну, просто их... Позаражают. Отпустигут будут. У тебя есть какого-нибудь начерталка с символов за дела? Я... Не знаю, что так делось. Страшные должно быть вещи. Миш, глянь? Или у кого-нибудь есть на черталку? Есть кто? Ну уж, на дырдыр. На дырдыр. Глянь на черталку. Символы. Символы. Я ни на ауке не зашёл. У меня нет. У меня на фале есть. Я тебе... Я тебе не буду паладина ревать. Ну. Нет, помню. На фале надо. Мак, да у меня там. Ну иди. А, ну и всё. Это да. А кинь не... Я срочно вам не буду? Ну... Не прям срочно. Я просто хотел подойти. Я хотел для этого, может, будет пищевать. Ну, если ревер, конечно, то это сделано справа. А если нет, то надо... Тиммэр, и... Тиммэр, и... Можна просто сделать на дырдыр и отправить на аук. Кирсов. Угу. Ну где-то. Недолго были. А село замёрзло не в твой среди зимой. Ты после них в хаосе глядывал. Ну, как бы... Ты была эта самая полезная вещь. Ну, какой... Прощай. Надеюсь, ты обретёшь покой. Ну, на ледяной стрелок. Эльферон там... Прокнелся. Да, а мы... Нормально по-русски и разборчиво. На ледяную стрелу. Символ ледяной стрелы. Я чётко говорю, разборчиво. Раз-раз. Спасибо, Настя. Нафига тебе символ ледяной стрелы на мага? Хочет. В смысле? Для чего? У тебя символы какие на маге? Блядь. Нафиг тебе делать проста. Вот скажи мне. Ну, вторым спеком. Что просто так. По тезисам. Вот повторюш, тётя Хрюш, ты смотри. Вот все простов сделали, и ему надо. Я просто хочу сравнить, насколько... Можно там делать нифига не делать, и быть столько же дпс, а сколько в файле. Максимально. Правда, что ли? Вот для этого я не чувствовал ледяной стрелой. Повторю уже. Я сегодня в Грульмагике обгонял Урсу. Урсу инвалид? Урса у нас вообще-то замене сидел, когда мы келли. Да что, ледяного огня тебе надо, нет? Ледяного огня в огне здесь. Я даже сам себе его сделал. Я просто ледяная стрела. Насти его нету. Смотри, незаговорщик прибежал в канал для нормального кино. Насти, надо сделать отдельный канал для стримов. Хорошо, сейчас сделаю. Как будто у нас прям столько дохуя народу, что кто-то будет стрим смотреть, а кто-то кино. Слушай, ну наше общество растет. Здесь пока что еще мало людей из стаи, но я думаю, что их можно планировать. Обычки его штаны. Не гнутся, словно мокрые портыки на морозе сушили. А еще мне интересно, почему у нас не стоит 20 человек сидит? А там грулмагия геропоплет. Ничего здесь нет. Проверю пошел. Ну типа иди туда, полутальше. 500 галзы. Кроме ключик. Где-то должен быть замок. Золотой ключик. Я даже и заморачиваться не буду. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. ... ... ... Ценные вещи валяются просто так. Он сошел с ума, или...? вот сижу и думаю куда у меня проебалась 50 тысяч с которыми я рефракал интересно а на что ты тратился ну и по 15-20 тысяч я потратил на сердоли с полиролями настю полирольку еще брал а куда у меня все остальное ушло я же мне одну полироль всего брал если он брал мне остальные то я их не не увидела в результате значит где-то тут не состыковочка заметки спрятаны среди счетов какие интересные заголовки спасибо что я знаю куда у меня голоделается объект появился на скеллиге также его видели внешний вид не изменился 120 рублика переводилась на чей-то окон избегает и сидел бы ты искал бы 20 рублей дополнить неизвестно поговорить с бароном иди проверь историю пополнения говорит соточку меня закинь только рулетку крутануть не знаю кто это может быть пёс убежал в ведре замерзлого дар сколько там не шарел на ней иран шуток не голова плохой знак смысле сколько не жалко не как-то раз узнали что не жалко то мало вот как мы узнали задность единственная ниточка это бароны кирс жатный зараза кто-то как конечно задачка ну в плане голды ну что чем выбираем барон или ведьма барон ведьм смысле ведьма симпатичные да не знаю я всегда выбирал путь чтобы кровавый ворон выживал а ведьм сжечь кейру сжечь ты чё с ума сошел ладно ладно но потом все равно сжечь это будет какой-то смысл иметь концовки или что нет и кейру сжигать не надо кейра кейра нам я про ведьм говорю ну вообще-то я просто поиграл в ведьмака первые минут 10-15 мне не понравилось я его удалил путь получше как может не нравится лучше рпг десятилетия я могу понять если тебе в принципе жанр рпг не нравится тогда пойму еще придется прорываться я всегда тоже ведьму выбирал ну смысле не ведьма вот вот из этих развилок охота на ведьму а почему-то в целом я же как всегда были нормальные концовки подсовки то есть варианты но и типа все максимально кубки сделаны максимально нормальными Я уже не знаю, я каждый раз за вопрос не снимал, лично провел, ёбаный, один Квейс. У меня просто на старой работе парнишка прям так задротил из макал, мне таким интересом это всё рассказало, мне было похуй достаточно, что ты там кого-то встречаешь, там определённые куб хуйни на мяки намазываешь, такой прям весь дерёшься, уворачиваешь, а я сижу на ум и залипаю. Я не понимаю, как рассказывать, рассказывать, это неинтересно, вот походить конкретно, вот потом есть. Потому что, конечно, там совсем и вообще эмоции получаются. У меня когда-то же рассказывать очень чего-то. Конечно, надо проходить. Ну, оно видишь как, оно сделано так. Это хуйня какая-то валяется. Оно сделано так, что даже если ты, хуй знает, ну бас вообще, на самой сложной сложности оно проходится всё. Ну там как бы нужно будет заморачиваться типа масло, там какое-то подумать, там бомбу может какую-нибудь кинуть. Вот думаю кроликов наловлю, будет немного мяса, шкурки на продажу. А сложность если поставить только сюжет, то всё, просто бежишь с одного удара всех убиваешь и всё. Не-не-не, ну с одного ты, конечно, загнул, но мелко уровня какой-то разве что. Почему у тебя зелье называется ласточка? Потому что ласточка. Чё думаешь, ночью надо гонять, да, чтоб получше было? Так, какая-то деревня тут ещё потом можно будет погонять. Тут квест вроде как на этого. Бывал чё в базарные дни сало на теле. Кирс, сколько там стоит рерас в магазине? Рерас? Сейчас скажу. Рецензия 29. Это есть рерасу. Ну, короче, тысяч восемь можно скинуть. Ну-ка, мне ради интереса даже. Слушай, смотри, а вот это лицензия на смену имени и внешности, а в чём смысл? Когда тебе надо имя поменять. Тупо имя? Да. Ну, ренеймер. Да. Ай. Не знаю, я всегда считал, что минимально ради чего стоит эта расу сразу что сменить. Кстати, даже если посчитать по курсу фанпэй, получается восемь тысяч. Ну, даже не восемь, девять получается по курсу. Ну, восемь с половиной. Мы вчера просто сработать с парнишкой заходили на фанпэй, сравнивали цены голды и у нас насируются и на офис. Вы, госпожа, коровёнка, значит, с говна уже не встает. Верили на трениси заража за три гной? Да, градус. Ну, там ей цены немного другие. Там все голда по сути не понимаете. Одна доната в деревья, славыся. Не, не голда. Ну, как, у нас тоже есть донат в голду, так она 300 голды за 30 рублей. Ну, вот, типа хелеста. Ну, вот. Полночь, зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычести хлев. Ну, как светло, классно? Спасибо тебе, госпожа. Сто град, спасибо. А теперь довольна. Хватит на сегодня. Идите по-дамам. Чего? На ваниле. Там, 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 очень дорогой посуд. Жажа сегодня не милостивая. Лучше б завтра. Жены, ты здесь подавали, там. Она наказать может. Что-то, 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 что-то будет. Постучим проблем. Вот, разъярилась, сука. Ну, что ли, у кого попла не было, а все закупали. Слышно. Сейчас уже, ну, не надо. Тихо, стоп, а? Не надо. Есть кто дома? Обычная мазь, ничего особенного. Для кого? Обычная свечка. И куда она делась? Этой. Этой. Ура.. Этой. Ура… не часто вели не встретишь такие побрякушки нарисованная мелом пентаграма у него сильная аура это артефакт вот куда она исчезла о господи по привычке 5 картонских портал здесь мило я короче перепутал тарамор стал красивом и попросил фокси меня в талдрасил отправить теперь чтоб не казаться дебилом придется на своего мага заходить самого себя продавать а пусковой то там прыгаешь насти кузнечку тут еще где ты поглазеть ашмир плеча интерьера поговорить я вот высчитывал всю хосту а теперь Скорее, понять не могу, почему у меня на сотке у хосты меньше, чем должно быть. Чего у тебя? На маге. Вот там сейчас 969 хосты, а баф. Ну, без их там. Ну, мало. Должно быть 1067. Должно быть 1100. В смысле, почему 1100, если 1240? Ну, 1250 хосты тебе надо. Я слышал, что в окрестностях живет колдун, но я не догадался, что это... Ну, 1090, окей. Мелесть. Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Вот я думаю, а куда мне впихивать, если у меня везде-либо... Старый, 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 старый. Я спритила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. Чё, по криту уменьшить, что ли? Ты сейчас что делаешь? Я хочу в детских изложения. Я хочу сделать так, чтобы это было универтально, и можно было поменять условно две шмотки и... Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответил. Ну, в принципе, мне нужно побывать. Ты видишь? Мне, в принципе, нужны только напки и... 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 Возможно, погруха. Смотри, у меня стоят тапки... Голоманов хостой. И... И... Пояс видами хостой. А может, я укрепляю вечный союз города... А... Чешка обычная. И... Я тут скрываю... Милого хостой. И все ли у меня типа... Ты не видишь, или что творится в мире? Ты о гонениях на чародеи? Ну, типа, условно, если поменять толканок на чешку, чтобы был фиксант и чешка, там выходит хостой. Ну, вот, да. Ну, типа, знаешь, урса говорит, что вообще надо 1200 хосты. Полка говорит, что он долбоёб. С таким количеством хосты бегать. Я, в принципе, с полка солидарен по этому поводу. Косты по две секунды — такое себе развлечение. Вот, поэтому в районе 1600-1500. Может, получается, если у тебя нет... А, еще у меня знаешь, что скажи? Когда кидается дипфриз? Вратарцы. Я что-то не могу поделить. Ну, типа, с пула, смотри, с самого пула тебе надо как можно быстрее выпустить луч. Ты не представляешь, как ты? После луча сразу даешь дипфриз. А потом просто покидай его юзаж. То есть, получается, как две стрелы по ффбшке, потом обычная стрела, потом опять две стрелы. Как рыбу в пруду. Оно от ффб в стакане. Куда мне было бежать? С пула ты кидаешь просто ффб, зо, ффб, стрела, ффб, стрела, луч, дипфриз. А дальше уже двойными пошел. Два ффб, стрела, два ффб, стрела, и обновляешь зо. Ну, где его? Поняли, не поняли? И после каждого луча просто даешь дипфриз, правильно? Ну, там не получится после каждого луча. Просто подкатывай. Ну, условно. Ну, вот как. Я вот так, например, ротация надо дать в офисе луча. Число, я просто пытался понять по манекему, и я так и не понял, за что мне здесь смелились со мной ссориться. Потому что манекен не примораживается. Он не работает. Дезерон писал, что он прикрутит эту. Замечал, у тебя манекен запораживается с Дефридом. А он не должен его делать. Дезерон сделает иммун к этому Дефридовскому. У экзекутного манекена. Нет. Но некоторое время назад не распрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которые не похожи на крестьянку. Ага. Поняли? Поняли. Виктора спрашивал. Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Не знаю, какая у тебя ставка. Полсотни яиц? Три ощипанных курицы? Ставка растет с каждым твоим слухом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько яхидства. Близость к природе должна была тебя очевидно успокоить. Манекен юз и просто привыкнуть его юзать. Я тоже когда бил, манекен не сигарет наху ты его юзаешь, но за урон на ночь. А потом я тупо про него буду забывать. Расспрашивал о ней эльф. У меня сейчас было мне удобнее, если я тебе вынес с большими окошками, ну, макро там наделываю крот, перчатки, что остальное, Я пыталась вас спросить. Я пыталась вас спросить. А почему? Я пыталась вас спросить. Ну, ты же знаешь... Типа, если бить большие пачки мобов, то надо злого постоянно покадать кидать. А я бываю с пройду, когда он... Не как? Не как? Не как? Не так, а именно его смол. Он понравился, умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно отсыли. Бывает, кстати, так, что ты кидаешь до босса, а он на него не накладывает, а он наложился на весь трэш вокруг него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение. Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать. Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле подлесья. Я схожу туда с тобой. Так, в принципе, вот я побил два-три дня. В принципе, легкая. У меня тоже есть дело, как мой. В 20 он пообещал, не кое-что. 6 или 28 тысяч на грудь манифу. Кроме того, я как и ты надеюсь, что она там. Это без фласок там крита не было. Ну, короче, тоже не пухловый рейтбук. Я не могу выйти прямо сейчас. В таком случае давай встретимся на месте. Я буду ждать у входа в пещеры к северу от подлеси.